Хакасия вошла в число сибирских лидеров по январской инфляции. Она составила 6,6% в годовом выражении. При этом темпы прироста цен на услуги находятся на достаточно низком уровне, отмечают эксперты Хакасского отделения Банка России. Общая цифра осталась на уровне декабря, но внутри сегмента услуг динамика была разной. К примеру, после возобновления плановой стоматологической помощи снизилась нагрузка на платные кабинеты, и рост цен замедлился. В то же время из-за постепенного снятия ограничений вырос спрос на поездки в электричках, что ускорило рост цен на билеты. Кроме того, в январе специалисты фиксируют продуктовую инфляцию. Выросли мировые цены на зерно. Это повлияло не только на стоимость муки и хлеба, но также на яйца и куриное мясо. Это повлияло, поскольку зерно входит в состав корма для птиц. Несмотря на ускорение роста цен, на курицу рост был достаточно сдержанный, составил плюс 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Значительное влияние на ускорение инфляции в Хакасе внесли фрукты и овощи. Например, из-за снижения урожая фруктов снизились импортные поставки бананов, винограда, лимонов. Сохраняется частичный запрет на ввоз импортных томатов из стран Азии. Местные овощи хранятся хуже, чем раньше. На это повлияло не самое лучшее качество урожая прошлого года. Приятным исключением стали яблоки. Расширение предложения отечественных производителей повлияло на расширение ассортимента на прилавках магазинов и рынков, что привело к замедлению роста цен на этот продукт. Увы, то же самое нельзя сказать о непродовольственных товарах, которые наиболее чувствительны к курсовой динамике. Подорожали трикотаж, стиральные машины, телевизоры, многие медикаменты. Фактор курса повлиял и на повышение стоимости иномарок. Дополнительной причиной тому стало ограничение предложения машин из-за весеннего локдауна при высоком спросе. Эдуард Иванов, Оскар Артамонов, Руслан Шалдинов, РТС.